Даже если бы Джохар Дудаев был, как ты говоришь, горским евреем, он бы был нашим горским евреем, и он бы имел прямое отношение к Чечне, к чеченцам и ко всем народам, проживающим в Чечне, и он был бы нашим первым президентом, неважно, какая была бы у него национальность. В русских фильмах о войне в Чечне постоянно чеченских боевиков больше в нереальное количество раз. Боевиков две тысячи, а русских сто человек. И русские сопляки всегда побеждают. Кадыров 1500 победил. Зачем этот цирк? Давайте начнем с ковида. Такая оказалась эта серьезная дрянь. Я хочу вам сказать, вот, если вы когда-либо станете перед выбором что-то сделать, предпринять какие-то действия, куда-то поехать, там, поучаствовать в чем-то очень важном для вас, но при этом у вас будет вероятность контакта с зараженным ковидным человеком, и будет опасность заразиться ковидом, вот, положив эти два вот этих момента на весы, никогда не отдавайте предпочтение, какая бы большая польза ни была вот в этой вашей поездке, в этих действиях, которые вы собираетесь предпринять. Если после этого вы с ковидом ляжете дома, болеть, имейте в виду то, что вы там сделали, та польза, это не стоит этой болезни. И, поверьте мне на слово, это очень тяжелое заболевание, это очень тяжелый вирус. Привет я передаю тем, кто утверждает, что его не существует, что это обычный грипп, что никакого ковида нет, это все заговор масонов и так далее. Вам отдельный большой привет от меня. Это такое состояние, когда, знаете, вот обычно, обычно мы все с вами болели и болеем, там, грипп, простуда, все что угодно, и как это обычно протекает? Тебе очень плохо, там, первые несколько дней, два дня тебе плохо, у тебя, там, может быть, ангина у тебя, температура тебя лихорадит, у тебя, блин, озноб ломает кости, плохо тебе. Но ты как бы чувствуешь, что у тебя иммунитет, он борется с этой заразой, ты его немножко поддерживаешь, там, какими-либо лекарствами, витаминами, а иногда можешь даже не поддерживать, будучи уверенным в своем иммунитете. И ты прям чувствуешь, у тебя как будто бы связь с иммунитетом, он тебе говорит, я работаю, дай мне еще немного времени, я работаю, вот я уже какие-то рубежи у этого вируса, у этой болезни уже, я там, отбиваю, вот отсюда я уже прогнал его. Ты чувствуешь, там, у тебя, допустим, горло уже не болит или меньше болит, там, потихоньку насморк у тебя проходит. Вот это обычная, как бы, болезнь, и через несколько дней тебе легчает. И далее идет уже, как бы, выздоровление. А вот в случае с ковидом, у тебя как будто бы иммунитет с вирусом, они бьются, первые два дня, наверное, у тебя бывает температура, у тебя очень сильные боли в теле, у тебя болит голова, в этот раз вообще глаза сильно болели. Но через два дня у тебя как будто бы иммунитет с вирусом, они заключили перемирие, оставаясь на своих позициях. Они как будто бы сказали, все, мы прекращаем борьбу, вы остаетесь на своих позициях, мы на своих. И у тебя вот эта вот связь со своим иммунитетом, она теряется, у тебя нет отклика, ты не чувствуешь, что тебе хорошо. И ты каждый день просыпаешься, твое состояние не меняется, как тебе было плохо, так тебе плохо. Ничего не меняется в твоем состоянии. И так проходит неделя. И ты просто уже устаешь от этого, ты устаешь болеть, тебе это надоедает. Это очень сложно, и запахи, это вообще отдельная тема. Обоняние, которое ты теряешь, это на самом деле настолько удивительная вещь. Мы не отдаем себе отчет, насколько важно чувствовать запахи. Запахи, их как будто бы, ну просто их в твоей жизни больше нет. Нет неприятных запахов, нет приятных, нет больше парфюма хорошего. Ты можешь под нос, ты можешь пшикать этим парфюмом, антиперспирантом, чем угодно. Нет, он не пахнет. Нет больше приятного запаха в твоей жизни. Еда, она не пахнет больше, нет вкусного запаха. Нет такого, что ты понюхал и подумал, я хочу это поесть. Все, этого больше нет. Неприятных, правда, тоже нет, может быть, это плюс этой ситуации. Тебя больше не напрягает то, что кот там нагадил, он может под носом у тебя гадить. Ты не будешь вообще никакого запаха чувствовать. И это та милость Всевышнего, это няма, которой он одарил всех людей абсолютно бесплатно. Зрение, запахи, вкусы. Вот когда ты теряешь эту милость, эту няму, ты понимаешь, насколько это ценно, оказывается, было чувствовать запахи. У тебя уже больше нет такого, что ты себя понюхал подмышкой и подумал, я воняю потом, мне надо искупаться. Нет, ты больше не воняешь потом, но ты так думаешь, потому что ты не чувствуешь больше запаха. Ты можешь абсолютно больше не купаться вообще, но окружающих ты, конечно, будешь напрягать. Но ты при этом будешь чувствовать себя королем. Тебе будет казаться, что все нормально, никакого запаха нет. Отвори баранину, брат, выпей бульон и поешь мясо, но чтобы не очень жирное было, иншала поможет. Да, вот, кстати, еще один я хочу в момент сказать. Из-за того, что ты постоянно находишься в таком состоянии, когда тебе не легчает и тебе уже надоедает болеть, это очень сильно бьет по нервам, ты становишься страшно нервированный, нервозный. И тебя очень сильно напрягают люди, которые тебе дают советы. Не делайте это. Вот больному человеку к видам не давайте советы. Я вам серьезно говорю, это очень сильно напрягает. Не то, что советы напрягают, даже просто то, что его спрашивают о том, полечало ли тебе, как ты себя чувствуешь. Вроде бы это нормальные такие взаимоотношения людей, справиться с здоровьем, но это тебя напрягает. Тебе настолько плохо, и тебя напрягает то, что люди это не понимают. Когда тебя люди спрашивают, как ты себя чувствуешь, ты думаешь, черт побери, неужели ты не понимаешь, как я себя чувствую, если у меня ковид, заболей ковидом, посмотри, как себя чувствуешь, понимаешь? Вот так вот ты сильно очень нервно на эти вещи реагируешь. Поэтому лучше оставить человека, который болеет ковидом, лучше его не трогать, ничего ему не советовать, не спрашивать, как он себя чувствует. Его лучше просто оставить и делать за него дуа. Ему реально очень плохо. Ему очень-очень плохо. Такой вопрос, Тумсо. Если была бы власть та, о которой говоришь, но экономика и культура была бы, как у всех кавказских дотационных республик, тебя бы это устроило? Или процветающая Чечня, но с жестким режимом? Послушай, для меня важна свободная Чечня. А вот эти вот вопросы, как экономика, развитость, неразвитость, бедность, богатство, это второстепенные вопросы. Я не смотрю на это из шкурного интереса. Важна свобода. Будем мы неразвитыми, бедными, но при этом свободными, или будем мы богатыми, развитыми, но при этом не свободными? Я не задумываясь выберу свободу, потому что, будучи свободными, бедными и неразвитыми, мы имеем возможность развиться, стать богатыми, и ответственность лежит только на нас. А вот, будучи несвободными, какими бы развитыми мы не были, это ничего от нас не зависит. Мы сами не являемся себе хозяевами, поэтому, когда там, в Кремле, решат сделать нас бедными, мы станем бедными. Я не хочу, чтобы было так. Я хочу, чтобы мы сами были ответственны за то, что у нас происходит. Так что, я за свободу. Джохар Дудаев был горским евреем, и жена его тоже, и он никакого отношения не имеет к Чечне. Джохар Дудаев был чеченцем из общества, из чеченского общества Орстпой, из Тейпо-Цичой. Но, даже если бы Джохар Дудаев был, как ты говоришь, горским евреем, он бы был нашим горским евреем, и он бы имел прямое отношение к Чечне, к чеченцам и ко всем народам, проживающим в Чечне, и он был бы нашим первым президентом. Не важно, какая была бы у него национальность. Он был чеченцем, но даже если бы он был горским евреем, он был бы нашим горским евреем, и мы бы его любили, и уважали, и мы бы его увековечивали, и радовались бы тому, что его увековечивают в других странах и государствах. Это уже, кстати, не первая страна, Турция далеко не первая страна, которую увековечила Джохара. Как вы знаете, в Литве, в Латвии, в Эстонии, в той же Восне и Герцеговине увековечено имя Джохара Дудаева. В Польше, в Варшаве есть Ронда, круг, такая площадь имени Джохара. Так что Джохар — это легендарная личность, которого уважают во многих странах этого мира. А вот Ахмад Кадыров — это предатель, которого хотят выдать за героя, его последователей. Но получается, это, я откровенно говоря, очень дешево. Не получится у вас. Вообще плохо, как говорится, плохо тот герой, геройство которого нужно как-то доказывать, а тем более нужно фальсифицировать. Такой герой очень плохо. Никто в Чечне не лоббировал открытие каких-то там мемориалов, увековечивания имени Джохара ни в Литве, ни в Латвии, ни в Эстонии, ни в Турции. Никто это не лоббировал. Ни мы давили и просили это сделать. Это, разумеется, там везде есть какая-то наша община с ними, это все делалось в каком-то контакте с ними, но не мы являлись заказчиками этого. Эти государства сами были заказчиками, они сами были инициаторами того, чтобы увековечить имя нашего президента. Какие-то депутаты или государственные чиновники выступали с этой инициативой. А вам же, кадыровцам, приходится самим платить деньги, покупать кого-то, лоббировать, чтобы где-нибудь на Балканах какую-нибудь там улицу назвали в честь вашего предателя. Ну и то, что происходит в арабских странах, там Иордании, то, что вы открыли эту улицу, и какой-то мемориал, то, что вы в других каких-то арабских странах можете его изображение куда-то на здании транслировать. Но это говорит о положении этих арабских стран, их лидерах, к сожалению, не с лучшей стороны. Это их рекомендует. Но опять-таки, все то, что делается там, делается не с их инициативой, делается с вашей инициативой. Вы вынуждены везде пропихивать вот эту вот идею его героизации. В русских фильмах о войне в Чечне постоянно чеченских боевиков больше в нереальное количество раз. Боевиков две тысячи, а русских сто человек. И русские сопляки всегда побеждают. Кадыров тысячу пятьсот победил. Зачем этот цирк? Меня тоже всегда это очень забавляло, что они показывали количество преимущества на стороне чеченцев. Это действительно абсурдно, конечно. Когда они говорят про псковский десант, про его уничтожение, что две тысячи матерых, отъявленных головорезов против ста человек роты псковского десанта, это, конечно, смешно. Это настолько низкопробная пропаганда. Ну, это такой позор. Так стыдно просто. Это не то, что говорить, слушать это стыдно. Представьте, как это, говорить об этом. Ну что, скажи, пожалуйста, если в Хасаютовском договоре было написано пенсии, почему граждане Ичкерии не получали пенсии, когда Россия уделяла пенсии каждый месяц во время Ичкерии, куда делись деньги? В Хасаютовских соглашениях пенсии не были написаны. Супан-Алла. Хасаютовские соглашения, это соглашение о перемирии. Как может в соглашениях о перемирии, о остановлении, об остановке войны, военных действий, как можно туда прописать пенсии? Ну, о чем вы говорите? Супан-Алла, это очень смешно. Супан-Алла, это очень смешно.